Продолжаем выпуск. Создалась очередная сессия международного дискуссионного клуба, посвященная региональному взаимодействию и совместному устойчивому росту в Центральной Азии. Сессия организована общенациональным движением Юксалеш при партнерстве представительства фонда имени Конрада Аденауров по Центральной Азии. По мнению экспертов, в последнее время Центральная Азия демонстрирует позитивную динамику развития. Усиливается региональное взаимодействие во всех сферах. На системной основе решаются самые острые внутрирегиональные проблемы безопасности. Государственных границ и водопользования. Специалисты подчеркивают, Узбекистан руководит процессами трансформации. Усилиями в регионе объединяет страны. Четыре года успешных фундаментальных перемен в Узбекистане дали республике заслуженное доверие и статус регионального лидера. Нам удалось достичь прорывных договоренностей буквально недавно с Кыргызстаном в ходе визита президента Кыргызстана сюда. Мы практически на 100% закрыли вопросы делимитации с нашим соседом. Но мы на 99% закрыли вопрос делимитации с Таджикистаном. И более того, мы вышли на компромиссное решение по вопросам водопользов. Узбекистан заявил о своей готовности участвовать в строительстве Камбаратинской ГЭС, Рабунской ГЭС. Отмечалось, что сотрудничество Узбекистана со всеми странами региона на деле обрело характер стратегического партнерства. Значительно активизировались торгово-экономические связи. Реальную выгоду от нарастающих темпов сотрудничества получают все страны региона. Усиление взаимодействия – это объективная, устойчивая и необратимая тенденция. Она основана на твердой политической воле всех стран Центральной Азии и имеет глубокие исторические предпосылки. Сейчас, в последние годы, мы видим очень серьезный импульс к сотрудничеству между странами Центральной Азии. Конечно, корректировка внешнеполитического вектора Узбекистана дала этому старт. К этому процессу регионального сотрудничества активно подключаются и другие страны. Становится уже не процессом, который двигает одна страна, а это становится трендом общим. По мнению экспертов, предпринимаемые меры по поиску и разработке альтернативных транспортных коридоров – показатели стремления к более низким транспортным затратам. Модернизированная транспортная система позволит странам Центральной Азии иметь свои конкурентные преимущества. Например, в сравнении с морскими путями инициативы «Один пояс, один путь». И, соответственно, увеличить товарооборот между странами и показатели международной торговли. Актуальным является призыв президента Узбекистана о целесообразности создания регионального совета по транспортным коммуникациям стран Центральной Азии, который станет координирующей структурой в решении проблем в транспортно-логистической сфере. По итогам дискуссии участники сошлись во мнениях, что за последние годы в Центральной Азии складывается позитивная тенденция укрепления доверия, взаимодействия и сотрудничества. В целом, обстановка более благоприятная, чем она была до 2016 года.